Для обеспечения процесса операции и лечения на сегодня, на сейчас нами предприняты. Нам многие звонят, даже из других городов, предлагают помощь. Большое спасибо. Если такое понадобится, мы об этом сообщим дополнительно. С чем вы связываете нападение? Делали ли он какие-то заявления, были ли угрозы? Дело в том, что Олег постоянно делал какие-то заявления. Эти заявления были направлены против действующей городской власти в лице мэра Геннадия Труханова. Его заявления были направлены против руководства Главного управления национальной полиции в Одесской области, конкретно против Дмитрия Головина и областного прокурора Олега Жученко. Буквально позавчера Олег в числе других активистов принимал участие в пресс-конференции, целью которой было инициирование отставки генерала Головина и Олега Жученко, как я уже сказал, областного прокурора города. Его, более того, он постоянно находился в самом центре событий, постоянно высказывал свою гражданскую позицию. И я на 100% уверен, что сегодня, то, что произошло сегодня, это покушение на Олега Михайлика связано с его общественной и политической деятельностью. Я уверен, что нато был склонен возле его дома. Да, покушение было совершено возле его дома. У него была встреча пока с неустановленным лицом. Он позвонил жене, сказал, что вот у него встреча, чтобы она не волновалась. И буквально через 7 минут ей позвонили соседи, сказали, что Олег лежит во дворе, ему плохо. А когда спустились вниз, он был без сознания, тогда уже вызвали полицию, вызвали скорую. И скорая привезла его в еврейскую больницу. А чи было чутно какие-то пострели? Может, есть какие-то свидетели, что его еще не понимали? С соседей пострелу, ну, выстрелов не слышали. Сейчас там работает группа, как мне сказали, они ищут гильзу, ну, там, следы крови, то есть где это произошло. Меня зовут Игорь Бычков, я возглавляю Одесскую областную организатору. А вы вместе с Олегом были в этот момент? Нет, в этот момент, естественно, я не был с ним, я был дома. Олег был дома у себя, он вышел, чтобы поставить машину на стоянку. Ладно, давайте запишем о том, что вы знаете. Еще раз можно, пожалуйста, рассказать, где вы были, откуда вы узнали о стоянке. Кристина, можно буквально минуту-вести? Сейчас, подождите, коллег подождать надо. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Да. Готовы? Да. Откуда вы узнали о состоянии Олега и где вы находите? Меня зовут Игорь Бычков, я коллега Олега, занимаюсь вместе с ним общественной и политической деятельностью. Мне позвонил наш общий товарищ, который сказал, что в Олега стреляли, он попал в больницу. Тот узнал от жены, от жены Олега, которая приехала потом вместе с ними сюда в больницу. Как вы думаете, кто это мог быть, с какой целью? Я практически не сомневаюсь, я могу назвать трех, три фамилии, ответственных за сегодняшнее преступление. Это мэр города Одессы Геннадий Труханов, и это представители правоохранительных органов у нас в городе генерал Дмитрий Головин, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области, и областной прокурор Олег Жученко. То есть вы имеете в виду, что по заказу этих людей были гастроли? Что касается Головина и Жученко, я считаю, что они исполнители, и на их совести лежит разгул преступности в нашем городе, постоянное нападение на активистов, которые мы с вами видим. То есть это либо попустительство, либо прямое соучастие. Виновником сегодняшнего преступления я называю мэра города Труханова. Можете на беззвучный поставить, мы продолжим сейчас, просто опять вам будут звонить, и будет прерываться ваш аналог. Я поставлю на беззвучный режим. Скажите, ранее Олег, может быть, рассказывал, может, кто-то преследовал или писал странные несовершения? Я знаю, что на Олега уже в свое время совершалось покушение за его активную общественную позицию, деятельность. Я знаю, что Олег в последнее время, наверное, не всегда, и охраны у него не было, но он ходил с оружием, поскольку предполагал, что на него покушение возможно. Именно из-за его деятельности? Да, безусловно. Что сейчас снимок? Что вы знаете о его состоянии? Я знаю, что это огнестрельное ранение. Пуля, у него большая кровопотеря, у него литр крови где-то там вылился во внутренние органы, пуля пробила руку и прошла в грудную клетку. Сердце не задето, но он находится в тяжелом состоянии. Был один выстрел? Ну, во всяком случае, ранение огня. Ему уже сделали операцию? Нет, операцию ему еще не сделали. Он был вначале в операционной. Сейчас, насколько мне известно, его повезли на рентген для того, чтобы определить, ну, именно где там находится поле, после чего ему будет сделана операция. Он в сознании сейчас? Нет. Он в очень тяжелом состоянии. Скажите, вы общались с правоохранителями сегодня после этого? Я разговаривал с полицией, которая приехала сюда, в больницу. Ну, на самом деле, они собирают только показания, задают вопросы. Понятно, что никаких ответов они не дают. Если вы еще не в курсе, то было скояно. Замаг на активиста, на патріота, на Олега Михайлика в Одессе. Это стало приблизно 21.30, тобто, ну, фактично, півтори години тому. В дворі його будинка в нього стріляли, скорее всего, з вогнепальної зброї. Поки що невідомо, чи є свідки, чи чу, хтось, чи бачив момент нападу. Олег зараз знаходиться в єврейській лікарні в місті Одеса. І стан його оцінюють як дуже-дуже важкий. Він втратив дуже багато крові. Будемо сподіватись, що ця історія завершиться добре для Олега. І вже зовсім скоро ми зможемо з ним поспілкуватись. А поки що я хотів би нагадати, що з початку цього року по Україні, зокрема, найбільше в Південному та Східному регіоні було скоєно більше 40 нападів на представників громадянського суспільства. І встановлено по цим нападам нуль замовників. В окремих випадках затримано тільки виконавців, не затримано фактично співучасників. І ніхто не намагається встановити і затримати замовників цих нападів. Всі активісти, на котрих вчинялись напади, їх об'єднує те, що вони виступали проти місцевої влади і дуже часто проти місцевих правоохоронців. Олег Михайлик брав участь в багатьох протестних акціях проти Геннадія Труханова і проти очільника Одеської поліції Дмитра Головіна, котрий є безпосередньо відповідальним за ту кримінгенну ситуацію, котрия зараз є в регіоні. За ті напади, які вчиняють на громадських діячів і за котрі нікого взагалі не карають. Тобто, ну, якось отак. Виходить, що в Україні можна вільно замовити вбивство іншої людини і тобі за це нічого не буде, якщо ти маєш поліцейські погони або високий владний кабінет. Приблизно півгодини, може, трошки більше тому. Тому я був на місці, де було скоєно злочин і, на жаль, не застав там жодного співробітника правоохоронних органів. Тому от якось так. Я не знаю, що з цим робити. Стріляли в Олега у вулиці Осипова в дворі будинку, де він мешкає. Тому ми маємо ситуацію, фактично, коли всі правоохоронні структури, котрі повинні були розслідувати резонансні злочини, зокрема, замовні злочини, встановлювати і затримувати причетних до цього осіб. Вони не просто бездіють, а дуже часто і покривають злочинців. Як підписувати? Живеліст. Звідки відізналася про те, що відео? Мені позвонив Леша Саулівенка. Він хотіла візнати, взагалі інформацію, правда це чи ні. І я вже зв'язалася непосередньо, позвонила Олегу на сільфон. І Наташі, жена Олега, згодилася, що, дійсно, це правда, що огнестріл був, ось 10-ти часів вечора, візле дому. Все, що я знаю, я не знаю, ні о кількість нападавших, ні о чому. Я знаю, що Олег ставив машину, і зв'язався з женом в цей момент, і там буквально через 7 минут соседі позвонили, і сообщили, що він біся знала. А які-то були неожиданні заявлени, угрозы, нічого об цьому не знаєте? Чому? Ну, я знаю, що був у Олега конфлікт по офісу, о тому, що їх вигоняли. Я знаю, що були буквально недавно заявлення по поводу відставки правоохранительних органів в Одесской області. С чим зв'язано? Зв'язано ли це з політичною деятельністю чи з комерцією, я не можу говорити. Ну, тому що я просто не допускаю того, що Олег, найбільш, 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 найбільш активістів, о тому, що я іщу таракального хірургу і більші кровопотери для того, щоб почати операцію, о тому, що його пов'язаний на рентген, для того, щоб розуміти, наскільки вона складна. Добре, дякую, дякую за перегляд! Дякую за перегляд!